В списке мест для посещения все крупные фармакологические сети региона. Для чистоты эксперимента посещаем аптеки в разных районах Оренбурга. Первая остановка и сразу получаем подтверждение жалоб горожан. Нет, к сожалению. Вообще нет у нас их нигде. Мы заказываем уже какую неделю, нам не присылают. Просто нету, потому что до нас не доходят они. Все в эфир разбираются. Но вообще каждый день спрашивают, а у нас нету. Похожий ответ и во второй аптеке. С той лишь разницей, что здесь в наличии есть детские маски. Взрослые элементы защиты, как и в предыдущем случае, давно раскуплены. Добрый день. Защитные маски, пожалуйста. Детские только. Только детские? Нет, да. А, давно закончили? Да нет, наверное. Не отриток. Сегодня товар должен быть, но вряд ли. Не могу сказать по проценту. Найти медицинскую маску в Оренбурге оказывается настоящей проблемой. В четырех аптеках нас не смогли даже сориентировать по времени, когда они появятся в продаже. Не стал исключением и павильон в степном районе города. Очередной визит в аптеку вновь оканчивается неудачей. По словам провизора, последние маски здесь разобрали две недели назад. В ближайших поставках их также не ожидается. Правда, в этом случае нам предложили приобрести бинты, чтобы сделать маски дома самостоятельно. Купить маски нам все же удается. В 12-й по счету аптеки они, наконец, оказываются в наличии. Правда, и здесь их считают дефицитным товаром. Маска одноразовая, запроса в три штуки в упаковку, 25 рублей. В региональном Минздраве повышенный спрос на защитные маски подтверждают. В пресс-службе ведомства считают, что он спровоцирован спекулянтами. Якобы большое количество масок закупается для последующей перепродажи. Было вот несколько таких случаев. Большой плюс, что больницы у нас обеспечены полностью. Именно там, где они нужны, где заболевшие люди, где перинатальные центры, роддома, где нужна защита. В государственных аптеках, которые контролирует Минздрав, на остатках маски тоже есть в достаточном количестве. В муниципальной аптеке маски действительно в свободной продаже. В государственном учреждении они имеют и наименьшую стоимость. Всего три рубля за штуку. Однако действует количественное ограничение. Не больше пяти в одни руки. Вячеслав Камп и Константин Воробьев. Новости дня.